всем привет дорогие друзья ну что отличная игра отличная победа вообще на одном дыхании смотрелся матч очень понравился крылья хорошо сыграли особенно в первом тайме до середины 2 пока спартак не забил 4 гол и крылья уже бросили весла так хорошо играли атаковали у них моментов много было пеняев понравился хороший парень такой видите низкопосаженный с низким центром тяжести как я давно про него говорил типа аршавин там пиле марадона наверное спар не будет толк если найдет какой-то другой клуб там не знаю куда не в рпл может там действительно в пл юнайтед не знаю давайте спартаке конечно вот сели потащил себе несколько таких ударов очень потому что в первом тайме у крыльев были моменты такие глушенков со взглядом безумным да там выходил они вышли вообще настроенные хорошо видно готовились разбирали атакующий хороший футбол показали комбинационные наша защита конечно очень много провалов такие совершенно грубые ошибки этого самого денисова я не знаю уже много говорил раз там почему в основе он дает наверное рыжим или что ну или некого ставить просто и хусевич дядя ваш студибекер этот студибекер но и умяров традиционно вот это у нас три слабых звена конечно вот эти вот обрезы обвалы в зонах крылья врывались полу зоны тени успевали прикрыть фланги наши не отходили не оборонялись ни соболев ни промес во втором тайме видели немножко как рыжий перевернул игру сколько было я насчитал два момента когда промес там у своей штрафного отбирал мяч один раз соболев когда они отходили и соболев и промес создавали на 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 наше там половине поля плотности крылья не успевали отбирать матч плюс спартаку втором тайме стали более жестко высокий прессинг играть и накрывал по два по три человека игроков крыльев отбирал мать конечно заслуга рыжего на втором тайме разобрал ну и голод отворы сдевалку да совершенно добавлены 6 минут великолепный красивейший гол промеса немножко напомню гол вид ну так похож на гол николсона нижнему ногу это кто-то слета бил этот от земли так сказать ну чуть чем-то похоже красивый гол и во втором тайме вышел зиньковский совершенно феноменальный гол подать подачи конечно зиньковский красавец соболев а соболев находился между двух защитника между прочим два человека он между них выпукнул и положил в угол в противоход вратарю шикарный гол и другой гол соболева когда этот вратарь там под опорную ногу соболев молодец конечно свои моменты квинси великолепно когда он пробил вителю штангу чуть не забыл а потом вышел на последнюю минуте реализовал в угол конечно исполнение у него вот великолепное ребята молодцы сегодня смотря видите что есть у нас конечно ошибки но такие соболев пробит зиньковский решает обратите внимание зиньковский когда вышел первые его действия посмотрите что перед этим показывал то есть как бы на левый фланг а не ждали на левом фланге программится Вот эта вот подача Соболева, это, конечно, указание прямой Рыжего, задумка Рыжего, вот такие вот тактические моменты, одномоментное вначале смещение его, потом отработка в обороне Соболева, Промис, Осенькин, может, не ожидал этого, так не настраивал, конечно, Рыжий переиграл, и в конце крыльев физики не хватило, видите, ноги сводило, но у наших тоже сводило Соболева, Умярова, очень интенсивная мяч, очень большая нагрузка, очень, конечно, вот, там, ребята, мышцы были забиты, высокий темп, очень интенсивность игры, но физически Спартак оказался, видите, готов, хорошо, хотя, ну и крылья тоже готовы, так сказать, такая, в общем-то, игра, крылья до этого пропустили, всего 14 голов, заметьте, один из лучших результатов был, а тут сразу пятерочку им отгрузили, там, несмотря, и этого Ломаева, там, не знаю, винить, только что удары все великолепные, голы красивейшие, и реализация, конечно, наш бич, вот эта реализация, которая нас преследовала со времен ДДСК, еще вот эта, сейчас, видите, какая реализация феноменальна, я не знаю, сегодня с крыльями, там, наверное, из шести-семи моментов пять использую, то есть практически все, что было, забили, а крылья все, что не забили, там, или сели, потащили, ну, вот это вот и есть, разница в классе, это мастерство, делающее разницу, этот промис, Соболев, Зинковский, видите, как, ну, есть там, конечно, действительно, там, ну, мы чай, не Барселона, не Манчестер, ну, это не реал, там, конечно, и слабости в обороне, там, и все, ну, и состав, естественно, вот, что говорить, это из матча в матч, там, а кто постоянно катит на джики, у джики, смотрите, какие сегодня несколько раз накрывал, ускорялся, такие подкаты выбивал, отлично сегодня, наш капитан сыграл, ну, и Литвинов великолепный, этот гол на дальний штанг, видите, и рыжие станут стандартами работать, по-моему, это первый гол, что я со стандарта, с углового, когда вот этот вот, да, не со стандарта, а с углового в сезоне, когда промис, это наигранная явная комбинация такая, несколько раз промис подавал, так, прям, в притирку к линии ворот, там, ну, типа, сухой лист Лобановского, да, и вот это замыкание, наигранная комбинация, работа рыжего, конечно, вот, молодцы, ребята, отлично, видите, промис карточку не получил Хлусевич, Казарцев, конечно, с этим моментом, когда, я не знаю, там, желтый, почему там, какие там правила после свистка, ну, по-моему, там красная явно была, вот, хотя даже пусть и после свистка, пусть и вне игры, но это грубость, извините меня, ребят, если вот, допустим, игра кончилась, вот так, кто-то по трибунам перемещения взял и так, шипами другому по коленке, ну, это ясно, красная, так же здесь он ходит, случайно, не случайно, в пылу, но это, по-моему, красная карточка, я не знаю, так, в общем, ну, давайте не будем про этого Казарцева уже, что там, победа заслуженная, яркая, 5-2, как говорится, вот, хотя, примерно, говорю, еще до 49-й минуты, там, когда Спартак забил, второй гол было неясно, его тут даже на этот 45-й плюс, там, 6 добавленные, так сказать, крылья в первом тайме, может, даже получше смотрелись, вот такой получился матч, интересная, конечно, интересная игра, заставляет задуматься, атакующая игра у нашей команды есть, реализация есть, физика есть, опять схемы меняют, он, видите, вышел опять, я, чтобы Маслов играл в 4, Маслов в 3 защитника, видите, тут он вышел с Мевли, потом мальчик с очком, Коля, ну, посмотрим, какие там, как к матчу с ТСК, что, видите, Умяров, там, травма, там, Геннатов, ну, Умяров, вот, Умяров радует, а Умяров кем заменить-то, не знаю, Литвиновым, а в защите Шила-Намыл и Мевлина-Чернова, я не знаю, так, что он не от хорошей жизни выпускает рыжий Умярова и этого, и Студебекера, и этого, который дает, вот, то есть, такой состав у нас, ребят, какой есть, ну, что же делать-то, вот, играем, чем можем, играем хорошо, и хорошо рыжий играет, молодец, сегодня такой, знаете, парадоксальный, вроде одна из самых тяжелых игр в сезоне, и такая убедительная победа, и красивая, вот, так сказать, такие голы великолепные, вот, во втором тайме, просто эстетическое удовольствие, конечно, надо второй раз еще пересмотреть этот, что вытворяли, там, Промис, Соболев и Зиньковский, конечно, молодцы, ребята, но в то же время, я не могу сказать, там, с ССК, там, выйдет Зиньковский в основе или нет, я не знаю, что там у рыжего в голове, как он планирует игру, и что там будет, какие травмы, как самочувствие ребят, там, но Джики, видели, у Соболева сводила, там, досталось, конечно, нашим, потому что крылья, конечно, вышли ломом, подпоясанные, там, подповышенные премиальные, один Челстой Глушенков, там, все эти, Ежова, как они начали резать этим голом, да, они, наверное, может, один из лучших матчей в сезоне, может, и провели, но в конце им не хватило просто силы, очень интенсивности физически, и Спартак так подхватил их, и по высоким прессингам прижал, и, так сказать, физически готовы хорошо, они просто, может быть, не ожидали, что во втором тайме мы так прибавим, вот, ну, конечно, работа рыжего, опять, команду он держит хорошо, видно химию, взаимопонимание с ребятами, то есть видно между тренером, и командой есть контакты, вот, еще раз, занудно повторюсь вот этот момент, посмотрите, кто пересмотрел, он указывал, вот именно указывал, что давайте по-зиньковски начни налево, он должен играть направо, вот этот вот гол, конечно, ну, просто, ребят, это уровень АПЛ, я уже давно говорю, что Соболева такие забивает, это уровень АПЛ, голы, да-да, серьезно, там, не знаю, с Холландом не равнять, Холланд-феномен, конечно, второй Криштиану растет, там, или первый Холланд, но Соболь такие голы забивает для АПЛ, ну, а Провис просто большой мастер, просто один из лучших, если не лучшего АПЛ, который делает разницу, вот эти, вот там штангу великолепную должен был быть гол, эти моменты он реализует, ну, просто красавица, подача, и Литвинов растет, Литвинов в лидер его расставит, тоже, видите, уже он, и в центре защиты, и в полу-лащите, как я и говорил на стриме, помните, что подозреваешь все-таки, что Рыжий все-таки его ставит вторым, центральным, он считает сильнее Маслова, и Мевли, и Чернова так и есть, и не от хорошей жизни, потому что в опорке этот Умяров, потом все-таки Литвин его передвигает, выпускает Маслова и Мевли уже, ну, так сказать, и играет Рыжий схемами в пять защитников, и 4-3-3, и 4-4-2 с Ромбом, молодец, молодец, он все, видно, команду держит, все там нормально, не паники, ничего, даже представляю, в прошлом сезоне при Руи Витория, там, и при этом, при этом, 2-0, да, если бы там проигрывали 0-1, может, так бы и все, как бы слетели, только напоминаю, сезон Тедеско серебряный, когда команда в девяти матчах проигрывала, и потом эти матчи 8 выиграл, один в ничью, и 22 очка взял в этих мальчах, напомню, может быть, напоминает Тедеско, но Тедеско тоже тогда состав, конечно, какой форме Ларсон был, там, японцы, все мы помним, да, ребят, но сейчас тоже, видите, Рыжий сделал, какую команду, приятно играет, все-таки отличается от футбола, хотя мне нравится футбол Тедеско тоже, но совсем другой футбол такой, ближе к футболу, даже не Каррера, не знаю, ближе к футболу Олега Ивановича, что ли, наверное, вот такого типа, ну, более такой современный, конечно, вот, какая-то средняя помесь такой, чисто его рыжий вот такой футбол, я вот так бы даже сказал, да, так что с интересом будем ждать, конечно, интересный будет матч с ЦСКА, тем более, надеемся, все мы сохранили состав, но опять там, конечно, на три результата, и сейчас ничего нельзя говорить, потому что это дерби всей Руси, матч в себе всегда, и как там, на чужом поле будете, кто там будет судить, это многое, что зависит, что за неделю может произойти, ну, а вот так, конечно, приятно, одна из лучших игр в сезоне, может быть, если не лучшая во втором тайме, когда, такие, еще раз говорю, великолепные комбинации спартаковские, великолепные голы, просто, ребят, пересмотрите еще раз матч, просто получить удовольствие от игры, вот это именно игра, команду обе играли в футбол, футбол это игра атакующая, в галах состоит, надо забивать голы, атаковать обе команды, а не какие-то, там, парковать, как эти, пресловутые Уфа, там, с колхозником, с подлатом и прочее, и прочее, мы знаем, да, вот как-то так, дорогие друзья, так что настроение отличное, вечером сегодня будет стрим, еще вечером на стриме все обсудим, да, всех люблю, обнимаю, до новых встреч в эфире.